Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели Финам.ФМ. Мы продолжаем бизнес-канал. Бизнес-канал, вторая его часть, вторая его половина, это бизнес-класс. А это программа, которая посвящена разговору о российском бизнесе. Мы встречаемся с выдающимися, я не побоюсь этого слова, с успешными российскими бизнесменами и ведем беседу о том, как хорошо или не очень, как легко или трудно жить и строить бизнес в России. А спонсор программы бизнес-класс ООО «Империя» – Мосигра, крупнейшая российская сеть магазинов настольных игр. Здесь много разных настолок со всего мира, всегда можно выбрать отличный подарок по любому поводу, и позитивные продавцы, которые показывают, рассказывают и открывают коробки с играми. Сайт интернет-магазин игр mosigra.ru Ну что ж, и к нашему эфиру. Уважаемые слушатели, сегодня, на мой взгляд, фееричная тема для эфира, замечательная тема. Мы подводим итоги недавно завершившегося авиасалона во французском Лебурже. И в гостях у меня Максим Сысоев, руководитель пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации. Добрый день, Максим. Здравствуйте, Олег. Ну и последнее приготовление, уважаемые слушатели. Времени мало, тема-то огромная, интересная. Я, тем не менее, напомню вам, у вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Все, что вам в данной ситуации понадобится для того, чтобы позвонить или написать, задать свой вопрос Максиму или поделиться собственными наблюдениями. Может быть, кто-то из вас непосредственно присутствовал на этом шоу. Итак, подводим мы итоги юбилейного 50-го авиакосмического салона «Лебурже-2013», которые, итоги, то бишь, оказались для России, я сейчас читаю один из предрелисов, оказались для России весьма приятными. Вот, если можно, Максим, давайте начнем отсюда. Действительно ли это так? Приятно слышать, что для России итоги приятные? Я думаю, что да. Хотелось бы начать, что в этом году ОАК после довольно долгого перерыва представила очень масштабную экспозицию на авиасалоне по всем направлениям своей деятельности боевой авиации, гражданской и транспортной. И в этом году три наших самолета летали на авиасалоне. То есть мы не модели возили, а живые самолеты. Добавить, они не просто летали, они устроили фурор настоящий. Да, да. О Су-25, наверное, да? 35-м. О Су-35, простите. О Су-35 отдельно мы поговорим. Вот, и это позволяет нам говорить о том, что действительно салон удался. В частности, как вы правильно упомянули, наш Су-35, в общем-то, буквально порвал всю публику. Вот, и я когда ходил по территории салона, во время полета самолета, в принципе, практически все замирало, и люди стояли, смотрели в небо. Открыв рот, буквально, может, нас добавить. Да, 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 да. Это здорово, это здорово. Ну, если, тем не менее, да, более детально говорить об итогах авиасалона, ну, наверное, может быть, стоит начать с экономической, да, подоплеки, с экономической составляющей, потому что я прекрасно знаю. Кстати, опять не будет интрига, и новости ни для вас, ни для слушателей не будет. А некоторое время назад, накануне, буквально, да, этого замечательного события, в этой студии был господин Погосян, да, поэтому многие, по крайней мере, многие, многое о подготовке к этому авиасалону мы знаем, он это прекрасно озвучил, и вот сейчас мы радуемся итогам. Так вот, экономическая составляющая, Максим, расскажите, пожалуйста, что такое? Экономическая составляющая в основном касалась наших гражданских программ, которые получили и новые заказы, и продвижение в плане поставок нашим клиентам. В ходе салона мы передали первый самолет, сухой Superjet 100, мексиканской авиакомпании нашему заказчику, это крупная западная авиакомпания, которая будет эксплуатировать самолет в Латинской Америке. Что касается заказов, было подписано два соглашения с лизинговыми компаниями, больше чем 20 самолетов, скажем так, прирастет наш портфель заказов на сухой Superjet 100, и по нашему следующему проекту МС-21, также было подписано соглашение с компанией веб-лизинг на больше, чем на 2,5 миллиарда долларов в катаружных ценах. В общем-то, цифры такие... Цифры серьезные, цифры внушительные, но опять-таки, если мы будем сравнивать подобные цифры с лидерами этого рынка, с Boeing, с Airbus, то они несколько более скромны. Вот это по какой причине, Максим, как вы считаете? Я думаю, что, может быть, даже и не надо сравнивать, потому что история разная, и у нас история несколько другая в том плане, что мы действительно возвращаемся на рынок, и наши достижения в этом году вполне укладываются в ту картину, которая нами и планировалась. Если сравнивать с нашими конкурентами, то надо смотреть где-то лет на 20 назад, и я думаю, что мы движемся даже более активно, растем более высокими темпами, чем наши зарубежные коллеги. Ну, то есть, основная эта идея, да, действительно надо посмотреть на некое прошлое, да, потому что откуда начинается нынешний рост, да, российского авиапрома, и, соответственно, история, которая связана с Америкой и с Европой. Я с вами согласен, конечно. Максим, тогда давайте более детально, может быть, мы говорим о вот непосредственно событиях, которые происходили в этом году в Леборже. Ну, давайте с военного авиапрома, потому что, действительно, еще раз я вот многие, очень многие средства массовой информации читал, и там, ну, просто вот со страниц, что называется, это восхищение, оно как-то переливалось, да, со страниц монитора компьютера восхищения Су-35МС. Что нового, что такого вот запредельного? Насколько я знаю, американцы ведь, да, свою технику военную не привезли в этом году. В этом году нет. Это связано, да, с какими-то там их внутренними проблемами? Я думаю, что это связано... С сокращением бюджетных расходов, да, да, да. С ограничениями, да. Просто нет денег. Но, тем не менее, многие говорят, многие специалисты говорят, я читал, что даже если бы это случилось, то конкуренции они бы нашему усу не составили. Я тоже так думаю. Расскажите, пожалуйста, что такого? В этом году действительно была мировая премьера Су-35С, этот самолет впервые был показан за границей, и он обладает многими уникальными качествами, которые на самом деле действительно недоступны ни европейским, ни американским самолетам. В том числе это сверхманевренность, которая и поражает, как бы, или это самое зрелищное, может быть, элемент в летной программе. Ну, сам самолет, естественно, его остальные характеристики боевые, они также не только не уступают, но и по некоторым параметрам превосходят лучшие, там, конкурирующие, скажем так, образцы, это и дальность обнаружения целей локатора, и тягодвигатель, тяговооруженный самолет, и дальность его полета, и другие. Ну, это не единственный был наш самолет, еще на салоне был представлен Як-130, это учебно-тренировочный самолет, который сейчас поступает в Министерство обороны, на нем будут учиться летчики, это, можно сказать, летающая парта, которая как раз идеально подходит для обучения летчиков на такие самолеты, как Су-35 и будущий самолет пятого поколения. А, кстати, здорово, вот по поводу летающей парты, такие вещи тоже интересны, да, вот, на этих мероприятиях? Абсолютно, конечно, конечно. То есть не только готовые уже результаты, да, и только к этому результату прийти. Да, да, да. Процесс обучения летчика, он довольно дорог и длителен, и здесь только тренажерами и только там наземными тренировками обойтись нельзя. Нельзя. А этот самолет, я имею в виду Як-130, он позволяет имитировать разные особенности разных самолетов, ну, настраивается программное обеспечение, и он идеально подходит для обучения практически вот на всем парке, по крайней мере, в российских вооруженных странах. Вот эта летающая парта уж мне понравилась очень, эта метафора, она может стать конкурентной на мировом рынке? Она уже на мировом рынке, она... Я знаю прекрасно, у нас были в этой слушателе тоже бизнесмены, которые, да, занимаются непосредственно, и обучением летного состава, ну, и, собственно, представители авиакомпаний, и как вариант, да, всегда говорили о том, что вот проблема с обучением, потому что нет качественных тренажеров, нет качественных симуляторов, я так понимаю, что вот это ответ на этот вопрос? Это часть ответа. Тренажеры все равно нужны, но без полетов на настоящем самолете не обойтись в любом случае, нельзя летчика посадить сразу на боевую машину, какие-то вещи надо отрабатывать, тренировать. И Як-130 это позволяет в полном объеме делать, это очень продвинутый новый самолет, созданный уже в постсоветское время, целиком в соборовых технологиях, поэтому... Все последние тенденции, все последние тенденции. Да, они в нем заложены, заложен большой потенциал модернизации, и самолет вызывает большой интерес в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, в странах СНГ, поэтому, в общем-то, участие его в салоне вполне оправданно и служит наглядным подтверждением. Подтверждением и возможностями, да. И летная программа тоже вполне была впечатлительна, и даже этого самолета, хотя он меньше, легче, но тем не менее, все равно в воздухе такие пируэты, которые он выписывал, людей занимали. Занимали, да, людей восхищали, тем более, надо опять-таки, да, подчеркнуть, что это всего лишь, да, это всего лишь вот учебная летающая парта, так называемая, да. И тем не менее, она выглядела не хуже, да, и, так сказать, более серьезных примеров. Уважаемые слушатели, значит, сейчас мы прервемся, у нас время новостей на Финам.ФМ, послушаем новости и потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня в студии Максим Сысоев, руководитель пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации. А тема сегодняшнего эфира бизнес-класса – это итоги авиасалона, недавно завершившегося авиасалона в Лебурже, которые, с этого мы начали, собственно, наш эфир, которые для российского авиапрома оказались достаточно приятными, весьма и весьма приятными. Ну что ж, еще раз я напомню, уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Для этого вы можете позвонить в студию, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495, либо написать нам на сайте финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь собственными мыслями по этому поводу. Ну и продолжаем наш разговор. Итак, только что Максим, собственно, сделал несколько акцентов. Мы говорили о военном авиапроме сейчас, да, и еще раз Су-35, который произвел фурор на этой выставке, на этом авиасалоне. Потом мы поговорили о Як-130, который замечательно назвал Максим летающей партой. Летающей партой. Что еще можно яркого такого же, да, в качестве примера привести? Что было, да, из России в Лебурже? Ну, я думаю, что рано, может быть, нам заканчивать разговор об обучении. А, давайте продолжим, конечно. Да, ЯК-130 в этом году впервые был во Франции и впервые показал уникальную летную программу. А в чем ее уникальность, Максим? Самолет может быть не только учебно-тренировочным, но и боевым. И обладает возможностью применения всевозможных видов вооружения. И раньше он летал с ним, а в этом году он летал чисто как учебно-тренировочный самолет, что позволило как раз расширить летную программу, сделать ее более зрелищной. То есть он стал легче, как минимум, да, за счет того, что вооружений на борту не было? Да. И он в этом смысле, наверное, не так сильно отличался от всех других, да, что он имел возможность... Ну, у него очень узнаваемый силуэт. На самом деле он своеобразный самолет, довольно красиво выглядит. А, кстати, вот по поводу своеобразности, красоты, ну и вообще по поводу впечатлений от авиасалона, мы можем спросить сейчас в прямом эфире у одного из непосредственных участников этого салона. У нас на связи Андрей Воропаев, летчик как раз, летчик самолета Як-130. Давайте мы с ним поговорим, пообщаемся. Андрей, добрый день, вы на линии, скажите нам, пожалуйста, что-нибудь. Добрый день, я вас слушаю. Добрый день, замечательно. Ну что ж, я вкратце расскажу, мы подводим итоги авиасалона. Максим Сысоев в студии, руководитель пресс-служа ОАК. И вам вопрос от нас с Максимом, ну и наши слушатели тоже интересуются. Поделитесь своими впечатлениями, вы как непосредственный участник, да, этого феерического мероприятия. Какие впечатления, на ваш взгляд, как выглядел этот самый авиасалон в этом году? Ну мне, его можно только сравнивать с прошлогодним салоном, который был Фарбара. На самом деле, организация была на высоте, что очень приятно. И то, что французы очень доброжелательно к нам относились, все наши просьбы, все какие-то у нас нюансы возникали в процессе подготовки к салону. Они старались по мере возможности выполнять, поэтому впечатления самые, что на есть, хорошие. И желание участвовать и дальше. У вас есть ощущение такое? Ну мы, по крайней мере, вот сегодня основной темой нашего эфира эту фразу выявили. Есть ощущение, что российский авиапром в этом году, как минимум, да, показал себя на высоте. И, так сказать, его итоги, да, итоги этого авиасалона для России были весьма приятными? У меня есть такое ощущение, потому что мы представили на самом деле, именно новые разработки, то есть не то, что было сделано еще при Советском Союзе, а именно разработки, которые непосредственно в 2000-х годах. Это мы практически только не были представлены в разряде тяжелых машин, а так у нас фактически самолет глубокого апгрейда Су-27, это Су-35, который летал практически все дни. Это наш Яхт-130, который и взлетел уже в постсоветское пространство, и фактически первый самолет на постсоветском пространстве, который был создан, поднят и пошел на вооружение. А также это обновленный вертолет Ка-52, который вышел из Ка-50. Так что считаю, что мы показали, что в России опытная авиация еще есть, и дай бог, чтобы она развивалась. Вот, вот, мне кажется, да, как раз показали то, что она развивается уже, ведь то, что абсолютно правильно вы сказали, все практически вот эти три примера, которые вы привели, это уже постсоветские разработки, это уже то, что делает настоящая, точнее, современная Россия сейчас. И еще, Андрей, еще один вопрос, вы, собственно, непосредственно летали на Яхт-130, каковы впечатления, что вы можете отметить после этого опыта? — Отмечается то, я слышал разговор, который перед этим шел, что мы представили вариант самолета без подвесок, то есть основной тренировочный вариант. И приятно было нам самим для себя, что то, что мы наработали, то, что мы сделали с этим самолетом в плане управляемости, в плане пилотирования, помогает нам его пилотировать практически не глядя в кабину. То есть нам не нужно контролировать подход к пределу по перегрузкам углом атаки, по работе силовой установки, все это делается автоматически, а нам только остается выдерживать свое место в районе полосы, чтобы было все зрелищнее. И кроме того, мы имеем возможность на самом деле вставлять элементы, которые раньше бы мы, честно сказать, побоялись на этом самолете, именно на нашем Як-130 демонстрировать, потому что не были уверены в безопасности выполнения этих элементов, а все должно быть на выставке сделано с максимальной надежностью, и чтобы не было ни малейшего намека на то, что это где-то на грани. То есть небольшая ошибка, и может это все закончится печально. Конечно, хотели сделать еще некоторые элементы, но ввиду того, что наш самолет небольших размеров, его практически на этой высоте не было бы видно, а на меньших высотах делать это пока немного, можно сказать, нежелательно. Да, хотя по управляемости у нас фактически система управления, можно сказать, процентов на 70, на 80 близка к системе управления самолетов Су-35. Понятно. Спасибо огромное. Андрей, огромное вам спасибо. Успехов в вашей нелегкой службе. Спасибо, что вы были у нас на линии. Уважаемые слушатели, напомню, сегодня с нами на связи был Андрей Воропаев, летчик самолета Як-130, который непосредственно принимал участие в авиасалоне в Лебурже, и, собственно, показывал все возможности нашего замечательного самолета. Максим, продолжим, собственно, наш разговор. Итак, чем еще нам похвалиться? Очень хочется хвалиться сегодня. Ну, Андрей перечислил все наши новинки. Кстати, я прошу прощения, у Андрея я не успел спросить. Он говорит так, раньше мы бы не решились на подобные, допустим, какие-то элементы высшего пилотажа, а вот сейчас мы решились. Почему так? Ну, я думаю, что происходит и развитие самолета, и какое-то его совершенствование в процессе эксплуатации. То есть тот 130, который был раньше, он не совсем тот, который сейчас. Да, да, есть эволюция определенная. Естественно, эта эволюция позволяет добавлять какие-то более сложные элементы, делать что-то более красивое или зрелищное, эффектное. Хотя, салон Лебурже может быть там не самая идеальная для этого площадка, потому что он находится рядом с аэродромом, аэропортом. Непосредственно гражданским. Да, гражданским. И там довольно оживленный трафик, который накладывает определенные ограничения. А, кстати, ведь не закрывали, я так понимаю. Нет, конечно, нет. Это отдельная полоса все-таки, и там пересечения уже на каких-то высотах. Вот я тоже подумал о том, что пробку наверняка там устроили местным авиалиниям. Могли бы устроить, да, если бы что-то прошло не так. Ну, слава богу, все, да, все закончилось замечательно. Так, хорошо. Давайте, давайте, Максим. Можно теперь перейти к нашим гражданским. К гражданским. Или вернуться, да, к ним, потому что по военной части нам более-менее все ясно. Это наша база, это та сфера, в которой мы одни из мировых лидеров, если не мировые лидеры. Сейчас ОАК делает один из основных акцентов на развитие именно гражданских программ. Говорили уже о том, что представляет там самолет Сухой Суперджет-100. Представляли его в новом лице с абсолютно новым эксклюзивным интерьером, который был разработан итальянской компанией Пинфорино. Тот же самый, который делает дизайн Феррари и Ламборджио. Да-да-да, мне знакомо. Салон Пинфорино, да? Тоже он вызвал большой интерес не только из-за того, что он красивый, но и из-за его особенностей в силу пожеланий заказчика авиакомпания попросила сделать такой экономный бизнес-класс. То есть они увеличили шаг между креслами, кресла сделали удобнее, тоньше. И сам самолет позволяет предоставить пассажиру повышенный комфорт, потому что диаметр фюзеляжа Сухого больше, чем других региональных самолетов или ближнемагистральных самолетов, что позволяет и больше вместить багажные полки и кресла 3 плюс 2 в один ряд разместить. То есть вот тот имидж региональных полетов в тесноте да не в обиде, да, мы оставляем в прошлом с этим самолетом. Логика в этом есть. Региональный полет, как правило, это не такой долгий, да, во времени и пространстве, потому что можно потерпеть по средней стороне. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, людям все равно приятно в комфорте путешествовать. И размеры нашей страны, на самом деле, говорят о том, что... Несмотря на то, что это внутренние, да, перевозки, но... Да, да, все равно региональные перевозки по России, они могут быть и 2 часа, и там 2,5 часа. А, кстати, вот эта эксклюзивность, которая специально, да, для мексиканской компании была предоставлена, значит ли, что это, условно говоря, единичные варианты или это серийные? Нет, это будет один из вариантов салона, который будет предлагаться заказчикам, и здесь это выборы авиакомпании. Понятно. То есть это все равно пойдет в серию, да, но при условии, что именно заказчику... Просто мексиканцы стали первыми заказчиками, и вот мы им передали первый самолет на верт. Я понял. Максим, спасибо, и сейчас прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Спонсор программы «Бизнес-класс ООО «Империя». Мосигра – крупнейшая российская сеть магазинов настольных игр. Здесь много разных настолок со всего мира. Всегда можно выбрать отличный подарок по любому поводу. И позитивные продавцы, которые показывают, рассказывают и открывают коробки с играми. Сайт интернет-магазин игр mosigra.ru. Итак, продолжим эфир бизнес-класса. Сегодня мы подводим итоги авиасалона в Лебурже. В студии сегодня Максим Сысоев, руководитель пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации. И еще раз, уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Что ж, Максим, итак, замечательный пример эксклюзивного, да, сначала эксклюзивного, а потом и серийного варианта, да, расширенные расстояния между креслами, салон, да, итальянская фирма. Замечательно. Что еще, что еще в этом списке? Ну, на этом наши достижения, скажем так, на авиасалоне, да, не закончились, будем их впечатлять и дальше. Были подписаны два соглашения с лизинговыми компаниями на поставку более чем 20 самолетов Сухой Супер-100 в ближайшие годы. Что довело, в общем, портфель заказов на этот самолет до 179 самолетов. Что, в общем, довольно внушительная цифра. Внушительная цифра. Главное, что это, условно говоря, входит, да, в производственный цикл. Конечно, конечно. И, с одной стороны, она позволяет нам активно наращивать объемы производства. Вот это важно, конечно. Вы справлялись, да, с заказами-то это тоже. В этом году будет произведено более 20 самолетов в план, на следующий год это уже 40 машин. Поэтому здесь такой баланс заказов и производства, да, он соблюдается, и программа активно развивается, в том числе и в расширении возможностей самолета. Буквально через два месяца начнется московский авиасалон. Мы там представим самолет LR Long Range с увеличенной дальностью полета. Он снаружи будет таким же, просто за счет, там, дополнительных топливных и баков. Таким же, как обычный? Таким же, как базовая версия, да. Не удлиненный, обводы, все то же самое. Внутренние модификации позволят ему летать на полторы тысячи километров дальше. Это будет новинка специально для московского салона? Не то, чтобы специально, просто как ко времени самолет созреет. Также есть планы по показу бизнес-версии самолетов, хоть спереди, поэтому программа будет развиваться сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, увеличивая рынок сбыта, а с другой стороны, улучшая характеристики самолета. Это, что касается, да, планов, мы о них еще чуть позже, да, тогда поговорим, вернемся к ним. Сейчас давайте опять о Лебурже и что там еще среди новинок. Среди новинок на салоне был представлен макет кабины и пассажирского салона самолета МС-21, который сейчас находится в разработке. И этот самолет уже войдет в новый класс, что ли, да, в высшую лигу и будет конкурировать уже с крупными, крупнейшими мировыми игроками Airbus и Boeing. И мы надеемся, что успех этого проекта уже окончательно утвердит статус России как одного из ведущих игроков. Кстати, если говорить о конкуренции, вот МС-21, он по техническим характеристикам на какой Boeing и на какой Airbus похож? На какой будет не похож, он будет конкурировать с Boeing 737 и Airbus A320, собственно, это самые массовые самолеты. Однако, его технологический уровень и уровень комфорта и других параметров будет превосходить существующие версии этих самолетов, что, в общем, дает нам такие твердые уверенности в том, что мы будем конкурентоспособны. Ну, вот те параметры, по которым он будет происходить, это параметры, связанные с комфортом пассажиров прежде всего? Ну, не только. Я думаю, что авиакомпания, прежде всего, заинтересована в экономике. Экономике, в смысле, энергономичности. Экономике эксплуатации самолета, самолет должен зарабатывать деньги. Здесь, в этом самолете заложено сразу несколько новых технологий. Это абсолютно новые двигатели. Причем, на выбор будут предлагаться и зарубежный, и российский двигатель. Авиакомпания сможет выбрать. И новое крыло, так называемое черное крыло, композитное крыло, которое позволяет получить определенный выигрыш в аэродинамике, соответственно, снизить расход топлива и повысить привлекательность. А композитное крыло — это российское производство? Да, естественно. Это не только российское производство, но и российские технологии. Российские технологии. Буквально в ближайшее время мы, точнее, этим летом, запустим два завода. Один в Ульяновске, второй в Казани, которые будут работать на программе. Вообще, очень много по поводу композита было сказано. Вот ваше личное мнение, или мнение как специалиста, за композитом будущее, или пока еще это все-таки такие точечные какие-то варианты? Я бы не сказал, что это точечные варианты. В принципе, все развивается, и алюминиевые конструкции тоже улучшаются. То есть от них не отказываются? От них, я думаю, сложно будет отказаться. Просто композиты возьмут свою нишу, возьмут свое место, в том числе в авиастроении. И сейчас их доля в самых передовых самолетах достигает половины веса. Уже? Да. А вот их явное преимущество, ну так, для непосвященного слушателя, что называется, перед алюминием? Это вес. Вес. В первую очередь вес. То есть самолет просто становится легче, да? Естественно, от чего он выигрывает? Значит, вернемся тогда к конкурентным преимуществам. Я так понимаю, значит, помимо технической стороны, есть еще сторона, да, какая-то потребительская, я имею в виду, комфортная. Это тот же диаметр фюзеляжа, который будет несколько больше, чем Airbus Boeing, что позволит людям не протискиваться друг против друга в проходе, а спокойно проходить мимо. Да, и терешка, борт проводников тоже не будет этому мешать. Никого задевать, да? Это с одной стороны комфорт, а с другой стороны это время посадки и высадки пассажиров, что тоже... Уже экономика, опять это экономика. Опять это экономика, да. Совершенно верно. Все на рыночные рельсы поставлено, но это, наверное, и правильно. И что, если говорить о перспективах, вот в частности касаемые МС-21, когда в серию он планируется? Планируется первый полет осуществить в 2015 году, то есть я надеюсь, что на следующем МАКСе этот самолет мы сможем... Уже показать можем. Показать, да. А первые поставки намечены на 2017 год. То есть между первым полетом и поставками пройдет период сертификации, причем как по российским, так и по европейским стандартам, что откроет этому самолету, так же как Сухом Суперджет-100, дорогу на мировой рынок. Вот, кстати, смотрите, сейчас до 2015 года еще время, я так понимаю, это время тратится на подшлифовку, что называется. Нет, здесь довольно четко прописанный технологический процесс. Сейчас, как авиастроитель называет, заморожен облик самолета, то есть, в общем, уже готовы его чертежи в электронной форме. То есть ничего не меняется, да? Сейчас они передаются на завод, там идет подготовка производства. Уже как производство каких-то длинноцикловых деталей, которые долго производятся. Сейчас уже идут испытания определенных узлов агрегатов самолета в лабораториях на прочность, на устойчивость к разным воздействиям, в том числе молнии, например. Да, да. Ну, тут много всего, естественно, надо попробовать. Это же вопрос обеспечения безопасности. Конечно, прежде всего. Прежде всего. Ну, отдай бог, все закончится хорошо. В 2015 году мы видим уже его, да, вживую, что называется. И до 2017 года осталось два года. Вот за это время уже он каким-то... Никаким образом, наверное, уже не изменяет, но если нет для этого никаких причин. В 2015 году производится первый самолет, дальше идет несколько самолетов, которые будут участвовать в летных испытаниях. По их результатам, конечно, возможны какие-то изменения, но, как показывает практика, современные средства цифрового проектирования позволяют минимизировать этот процесс. И самолет, в общем, либо вообще не продвигается никаким изменениям по результатам, либо там это минимально. Ну, и я просто веду к тому, что когда на него, когда на него интерес возникает у потребителей, конечно, вот когда вы, ну, опять-таки, исходя из практик, уже есть. Интерес уже есть, конечно, и этот салон в Лебурже был подтверждением тому. То есть макет только, да, был доступен только макет, но в тем не менее... И стояла очередь. Из специалистов велись переговоры с потенциальными заказчиками, и, ну, вот, с веб-лизингом было подписано соглашение о намерениях приобретения 35 самолетов. Уже? Да. И портфель заказов на МС-21 уже превышает 100 штук. То есть, несмотря на то, что до момента поставок самолета еще, в общем, довольно... Еще много времени, да. Это здорово. У нас еще есть один звонок в том плане, что на связи еще один участник непосредственно, да, непосредственный участник офисалона в Лебурже. Василий Севастьянов, летчик-самолет ИА-140, давайте пообщаемся с ним. Василий, добрый день, вы в эфире, слышите нас, скажите, пожалуйста. Да, да, добрый день. Добрый день. Я, во-первых, хочу вас поздравить, как и всех сегодня, с тем, что последний авиасалон в Лебурже все-таки для России был удачным. Вы согласны с этим мнением? Да, вполне, конечно, все прошло на очень высоком уровне. На очень высоком уровне. Достойно. Вот, на ваш взгляд, да, самые яркие, самые яркие российские новинки, да, какие они? Что это за новинки? Ну, как раз вот такие, нельзя сказать, что это прям самые новинки. Самые новые, да, я согласен. Ну, то, что мы демонстрировали, да, это новые самолеты, это были показы Яф-130 и Яф-130 на этом салоне. В этот раз мы демонстрировали самолет Яф-130 без подвесок, в отличие от авиасалона, который был в прошлом году с Фармбурой. Вот, в этот раз мы показывали возможности самолета, которыми обладает он с гладким крылом. Показывали выходы на большие углы атаки, продемонстрировали фигуру колоколов. Ну, в общем-то, на мой взгляд, все достаточно было красиво. Красиво и убедительно. Кстати, убедили вы потенциальных покупателей? Ну, вы лично, я так понимаю, потому что вы непосредственно принимали в этом участие, и от вашего профессионализма вам многое было, да, собственно, многое зависело. Василий, как вы считаете, убедили вы потенциальных покупателей? Я думаю, полеты наши были убедительны, в общем-то, мало чего можно добавить. Ну, вот Максим сейчас в студии, он тоже был на авиасалоне, но он был, естественно, на земле, он стоял, посмотрел в воздух, восхищался. Он говорит, что действительно, когда российские пилоты в воздухе, да, когда российские самолеты в воздухе, то все замирало вокруг, все только голову вверх поворачивали. Да, ну, в общем-то, как бы, я так смотрю по всем колоннам, с которых я участвовал, в общем-то, действительно, российские пилоты всегда выступали на высоком уровне, и все программы были зрелищные, подготовленные. У нас, как бы, какая-то такая сложилась традиция демонстрировать такие красивые полеты, сложенные, не просто отдельный набор фигур, для показания каких-то манерных возможностей самолета. У нас, как-то, вот, сложенный комплекс у всех. Да, это здорово, я с вами соглашусь, очень точно, наверное, да, вы подметили, что это традиция, и традиция, это еще, да, как говорят, со стародавних времен еще эта традиция, да, бог, чтобы она не утрачена была. Василий, огромное спасибо. Да, если будем продолжать так же. Да, 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 мы вам искренне этого желаем, спасибо огромное, что вы нашли время к нам присоединиться. Уважаемый слушатель, был Василий Севастьянов, летчик самолета Як-130, мы прервемся, новости на Финам.ФМ, а потом продолжим их. Что ж, друзья мои, вот, к сожалению, да, близко очень финал нашего сегодняшнего эфира. Мы обсуждаем итоги авиасалона в Лебурже. Сегодня в гостях в бизнес-классе Максим Сысоев, руководитель пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации. Очень позитивно, на мой взгляд, складывается сегодняшний наш эфир, потому что мы говорим сегодня, безусловно, о очень приятных вещах, да, о достижениях российского авиапрома. И от непосредственных участников этого мероприятия, авиасалона, я имею в виду, да, два летчика были у нас в эфире, мы с ними пообщались. Ну и Максим тоже был непосредственно на мероприятии и видел горящие глаза, горящие глаза, которыми провожали, да, зрители и летающие российские, да, самолеты. И те самолеты, что давили на стенде. Вот о стенде, если можно, поподробнее, Максим, расскажи. Да, да. Летной программой, как водится, мы не ограничивались. В этом году стенд УАКа тоже привлекал большое внимание. Больше десяти моделей мы привезли в этот раз, потому что, с одной стороны, нельзя показать сразу все самолеты по разным причинам, а с другой стороны, надо что-то оставить и для других выставок, поэтому... Должна быть и интрига еще какая-то, правильно? Абсолютно, абсолютно. Но, тем не менее, на стенде были представлены модели наших транспортных самолетов, Ил-76 модернизированный. Сейчас самолет проходит государственные испытания. В прошлом году с Министерством обороны мы заключили контракт на поставку почти сорока самолетов последующего года. И другие экспонаты. Рядом находились стенды наших коллег, портолетов России и других российских компаний. И, в общем-то, не побоюсь сказать, что если все это сложить в одно целое, то российское присутствие на выставке можно было сравнить, как минимум, с европейским и американским. Не только по площади, но и по качеству и разнообразию экспозиции. Совершенно верно. Это всегда важно. Это всегда важно. И в этом случае давайте, Максим, перейдем тогда к разговору о перспективах. Конечно, безусловно, все, что произошло в этом году в Лебурже, наводит на позитивные мысли, создает ощущения достаточно оптимистичные. Но мероприятие закончилось, да? Подводим итоги и смотрим в будущее, естественно. Абсолютно. Тем более, что этим летом сразу два авиасалона. Не далее как, да? Да. Не далее как, ровно через два месяца, на самом деле, сегодня, 26 августа, откроется московский авиакосмический салон «Макс». Публичные дни с 30 числа, то есть для всех желающих он будет открыт. Естественно, там мы представим более широкий спектр нашей продукции, потому что это наша домашняя площадка. Будет более зрелищной, на самом деле, летной программой, потому что в ней будут участвовать и наши самые-самые новые разработки, перспективный авиационный комплекс. Если это не военная тайна и не секрет, вот что на «Максе» мы увидим того, что мы не видели, естественно, и на Лебурже, и в этом, и в прошлом году? Вот, как я сказал, это истребитель пятого поколения, и тот самолет, который также был в Лебурже в виде модели Ил-76, будет тоже, я думаю, участвовать в летной программе авиасалона непосредственно вживую. Это модернизированный самолет. Ил-76 был одним из самых массовых транспортных самолетов в Советском Союзе. Но после распада страны производство осталось в Ташкенте, и было принято решение и руководством страны о переносе производства сюда, в Россию, потому что нам нужны собственные площадки для производства всех видов авиационной техники. И Ульянский завод сейчас активно работает над серийным производством этих машин уже в новом лице, с новыми двигателями, с новой кабиной, с новыми системами, полностью соответствующим современным требованиям. Потому что планер остался старым, потому что зачем улучшать то, что и так уже хорошее. А системы некоторые надо менять. Кстати, вот этот пример в отношении Ил-76, это как раз такая, я бы сказал, стандартная достаточно ситуация. Почему мы сейчас оказались, наш авиапром оказался на этом уровне после распада Советского Союза. Потому что именно с такими проблемами... Отчасти разрушились какие-то горизонтальные связи, поэтому сейчас некоторые вещи приходится делать заново. Хорошо, значит, если возвращаемся к перспективе, значит, Макс у нас, да, через два месяца Макс, там мы увидим много интересного. Что дальше? Дальше работа, дальше... Дальше рутина, да, рутина. Ну, я бы не сказал, что это рутина, потому что при таком быстром росте УАК уже несколько лет показывает больше, чем 20% ежегодного прироста в объемах выручки. Я думаю, что мало таких компаний в таких высокотехнологичных отраслях промышленности могут с нами сравниться по объемам роста. И рост есть, как и в военной области, много идет поставок Министерства обороны, и рост и в гражданской области. Он будет даже превышать рост в военной области, потому что структура поставок, наша цель добиться к 2025 году структуры 50 на 50, половина военных, половина гражданской. Это реально вы считаете? Абсолютно. С нашими программами... С вашими программами, ну давайте так, с вашими желаниями. Нет, с нашими программами я имею в виду сухое супережество МС-21, которые отчасти должны обеспечить вот, собственно, этот рост. Я уверен, что эти планы будут как минимум выполнены. Ну, я, тем не менее, почему такой вопрос задал? Экономическая ситуация и в России, и в мире, да, как-то не очень обнадеживает. Бог его знает, что там случится в ближайшие годы, и уж тем более до 2020 года очень сложно загадывать. Вы смотрите, я так понимаю, все равно... И смотрим с оптимизмом. Оптимизм этот основан на том, что люди все равно будут путешествовать, люди будут летать. Несмотря на состояние экономики, мы прогнозируем рост и пассажирских перевозок, и транспортных. Вот. А с точки зрения боевой авиации, существующие планы государства по перевооружению армии, они позволяют нам совершенно четко планировать производство. И загадывать, да? Не то, что загадывать, а именно планировать. Да, планировать достаточно на большое время. Да, да. Хорошо, это хорошо. Кстати, если говорить о модернизации все же, да, о движении вперед, вот, на ваш взгляд, в подавляющем большинстве случаев, ну, или там, в основном, за счет чего будет происходить эта модернизация? То есть, за счет новых технологий, да, или за счет какой-то, я не знаю, там, неожиданных каких-то решений, неожиданных, которые... Ну, неожиданные решения, я думаю, это не из области авиации. Все-таки это будет совершенствованное, довольно планомерное внедрение новых технологий, в частности, композитных, улучшение характеристик силовых установок двигателей. Но есть ведь вещи, да, которые, в принципе, уже, наверное, улучшить невозможно. Ну, есть вещи, которые можно улучшить, а самолет это довольно сложный комплекс, и в нем есть и те, и другие вещи, поэтому вот на салоне Лебурже был показан электрический привод шасси, который позволяет не включать силовые установки во время... То есть, мы опять говорим об экономии, да? Да, это экономия, это и воздействие на экологию. И ОАК сейчас ведет исследования с нашими научными институтами и партнерами и коллегами по разработке электрического привода колеса для наших самолетов, в том числе. То есть, это дело, конечно, может быть там не следующего года, но через несколько лет такие вещи появятся и на наших самолетах отечественной разработки. — Как пример того, что все-таки можно изменить. Заговорили об экологии, ну, сложно, наверное, все-таки, да, говорить о самолете и о экологии с большой буквы. — Смотря с чем сравнивать. По статистике, пассажир, который летит на самолете, производит меньше или меньше загрязняет окружающую среду, чем едущий пассажиром в автомобиль. — И планы, собственно, мировых регуляторов, они постоянно ужесточают эти требования, и наши существующие программы, и перспективные, закладывают даже с запасом соответствия и существующим, и будущим требованиям для того, чтобы самолет имел как можно больший срок жизни. — Именно срок жизни, да, в конечном итоге, чтобы не загрязнял эту самую окружающую среду. — Продукт долгоиграющий, срок жизни самолета где-то лет 20-25, то есть он должен все это время соответствовать неким стандартам. — Неким стандартам. — Они все время ужесточаются, ужесточаются. Вот в отношении чего самые, я бы так сказал, ну, сложно выполнимые ужесточения? Я помню, некоторое время назад мы очень активно обсуждали, да, шумовой эффект, который самолеты, отечественные в частности, вот, не проходили они под стандарты. — Ну, это комплексная проблема. Современно наш самолет удовлетворяет всем требованиям, и я бы, наверное, затруднился выразить какой-то шум или выбросы. Самолеты, которые были разработаны во время Советского Союза, действительно, современным требованиям уже не соответствуют, но у нас есть что предложить на замену, и мы с удовольствием это делаем. — Я понял. Ну, и последнее, Максим, давайте представим, ну, видимо, гипотетически, вот, прошел год, да, очередной авиасалон в Лебурже, наверняка… — Два года. — Два, пардон, да, раз в два года происходит это мероприятие. Очередной авиасалон в Лебурже, наверняка вы будете, да, его активными участниками, естественно. — Обязательно. — Обязательно, вот именно. Наверняка вы будете, так, представлять самые, опять-таки, да, передовые разработки отечественного авиапрома. — Ну, вот, можно сейчас представить, что, на ваш взгляд, вот через два года в Лебурже появится? Что вы туда привезете? — Мы привезем развитие, мы привезем развитие, и как и тех продуктов, которые были показаны на этом салоне, вполне возможно, привезем и наши новые продукты, которые к тому времени будут готовы. — Будут готовы. — Будут готовы. Поэтому, я думаю, что следующая выставка будет, ну, не менее успешная, чем эта. И география наших продаж, наших поставок к тому времени уже, в общем, будет гораздо шире, чем сейчас. — А вот если говорить непосредственно об организаторах, вот у них меняется что-то от года в год? Ну, помимо того, что, может быть, требования какие-то, да, я не знаю? — Ну, я думаю, что с точки зрения логистики, организации, конечно, организаторы пытаются все время улучшить. — Все лучше и лучше. — Да, и, ну, как и французский авиасалон, и Макс, с точки зрения логистики, уже, я думаю, близки к потолку. — Настегли, да, к идеалу. — Да, да. Ну, в идеал, наверное, сложно, да, если нет. — Хорошо, хорошо. Будем скромнее достигли потолка. — Все-таки есть и пробки, есть и погода. — Совершенно верно. Ну, это уже не зависит от организатора, да. — Огромное спасибо, Максим, за то, что вы нашли время посетить студию. Я напомню, уважаемые слушатели, сегодня в студии бизнес-класса Максим Сысоев, руководитель пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации. Мы подводили итоги авиасалона в Лебурже, где российский авиапром показал все, на что он может, а может он многое. Спасибо за внимание, успехов в бизнесе. До свидания.